В этот день 6 марта родились Александр Покрышкин, летчик АСС, трижды Герой Советского Союза, сбил 59 вражеских самолетов. Александр Путушко, советский кинорежиссер, снявший выдающиеся фильмы для детей и юношества. 6 марта 1990 года съезд народных депутатов СССР разрешил существование всех форм собственности. Землю, правда, частной собственностью тогда признавать отказались. 6 марта 1913 года по всей России начались торжества, посвященные 300-летию дома Романовых. 6 марта отмечают Международный день зубного врача. Зуб, казалось бы, такая малость в нашем организме. Чуть больше столетия назад появились только первые школы донтистов. Удаление зубов пренебрежительно относилось к понятию «малой хирургии». Между тем, внимание к всему предмету можно найти даже в древнейшем своде законов русской правды. И если кто у кого выбьет зуб, так что кровь будет видна во рту, то взыскать с обидчика 12 гривен штрафа в пользу князя, да за выбитый зуб пострадавшему гривна. Гривна, кстати, это немало, грамм 50 серебра. Надо сказать, что хотя у наших далеких предков стоматологии не было практически никакой, но и кариес посещал их нечасто. Общее правило, чем дальше цивилизации, тем лучше зубы. Известны даже исследования человеческих останков разных веков на предмет зубовной сохранности. И если в 9-11 веках кариес встречался у 10-12% тел, то в 13-18 веках цифра чуть больше 15-17%. Но и это очень мало по сравнению с нынешними сладкими временами. Дело, конечно, в том, что раньше основным источником питания был хлеб. Крестьяне его ели буквально килограммами, другие продукты были в дефиците. А сладкое бывало лишь по праздникам. Вот и мучил их зубной червь нечасто. Да, времена были темные, даже самые авторитетные доктора уверяли, что кариес – это продукт деятельности некоего зубного червя. Кое-кто его даже видел. Вот довольно типичный рецепт борьбы с недугом той эпохи. Черные череницы корень вори в воде, и тем рот полощем. Болезнь зубную уймет, десны укрепляет, и черви из зубов от того полоскания выпадут. В этой теме нельзя не затронуть и классный вопрос. Кариес в те времена был больше уделом богатых, которые и ели сладкого больше всех. Плохие зубы были общей проблемой и самых знатных красавиц, чья описанная красота делалась самыми натуральными белилами на ртутной основе. Такая средневековая косметика отравляла организм в целом и разрушала зубы в частности. В итоге в 17 веке развилась даже мода на чернение зубов, что нужно было для маскировки проблем полости рта. По счастью, продлилась эта мода недолго, тем более, что наступало время самого активного государя в нашей истории, Петра Великого, которому было дело до всего, и до зубов тоже. Будучи в Голландии, его величество увлекся не только плотницким делом, но и стоматологией. Драть зубы подданным – это было его жаркое увлечение до самой смерти. Потому и носил он всегда при себе два набора инструментов – математический и хирургический. И до сих пор в Музее антропологии и этнографии, его основал тоже Петр Великий, но тогда он назывался кунсткамерой, сохранилась коллекция из почти семи десятков зубов, дерганных первым российским императором. Вот эпичная история того времени. 1723 год, январь 20-го. Вечером здешний купец Тампсон рассказывал нам, что его величество был вчера у него, и при этом случае, по всем правилам и своими собственными инструментами, выдернул зуб его долговязой голландской девки, потому что считает себя хорошим зубным врачом и всегда охотно берется вырывать кому-нибудь зуб. Он за несколько дней перед тем, услышав, что девка жалуется на зубную боль, обещал ей приехать сегодня и избавить ее от страдания. Это дело монарх так любил, что буквально терроризировал тем придворных, и мало кто решался признаться ему, что страдают зубной боли, потому что тут же рисковал получить стоматологическую помощь. В 19-м веке Россия уже из периферии медицинского мира превратилась в один из европейских центров, благодаря таким именам, как хирурги Пирогов и Склифосовский. В 1881 году в России открылась первая зубоврачебная школа, а в начале 20-го века количество донтистов стало множиться так же, как только количество менеджеров и юристов в 1990-е годы. В 1913 году в империи зубных врачей было уже почти 7 тысяч человек, и теория о зубных червях тоже ушла в прошлое.